Шампанское выпито, красные дорожки свёрнуты. В Москве завершился 37-й Московский международный кинофестиваль. Если верить его президенту Никите Сергеевичу, в ПЕС посетили 55 тысяч зрителей. А вот Золотой Георгий в этот раз достался совсем неизвестному режиссёру. Заскочила на ММК в последний день и разведала, в чём тут дело любопытная наша Алина Ильича. Собственно, о кино на закрытии 37-го Московского международного кинофестиваля поговорить не с кем. На показы ходили разве что члены жюри, у них работа такая. Ну а у других нашлись уважительные причины. Знаете, мне, к сожалению, ничего не удалось посмотреть, потому что я была на съёмках. Ну и как гостям фестиваля в такой ситуации болеть за коллег-актеров? Остаётся только отшучиваться или, что называется, включать Кузю из универа. За кого вы сегодня будете болеть и проживать? В смысле, а что здесь будет играть сборная России по футболу? Да ладно, я не туда пришёл, что ли? Зато о муках выбора платья на красную дорожку актрисы готовы рассказывать часами. Почему я так сегодня одета? Мне мама мужа подарила брошку, ей сто лет. Это переходит уже из поколения в поколение. То есть мой наряд сегодня подобран именно под брошку. На самой красной дорожке становится очевидно, в русском кино наступила чёрная полоса. По крайней мере, по части гардероба. В явном тренде оказывается чёрный цвет. Затемнились в этом году Юли Снегинь, Огне Кузнецова, Ольга Сутулова, Лянка Грыл, Дарья Чаруша и Олеся Судзиловская. Настроение чёрного. Хотелось пафоса в хорошем смысле слова. Хотелось вечера. Хотелось надеть белое золото с белыми бриллиантами. Кстати, помните, как Анжелина Джоли на Оскаре так оттопырила ножку, что потом только о ней все и говорили? И награда за самую выдающуюся часть тела отправляется Анжелине Джоли. Добрый вечер. Точнее, её ноге. На ММКФ у голливудской конечности обнаруживается русская конкурентка – ножка Татьяны Михалковой. Помимо соблазнительного разреза, там они забывают и про свой фирменный бантик, украшая им на этот раз не только голову, но и плечо. И всё-таки главным триумфатором фестиваля становится не ослепительная Татьяна, а Елена Лядова. Актрисе достается приз за лучшую актёрскую работу в фильме «Орлеан». Вы будете звать на помощь, но к вам никто не придёт. Ну, вот это было сейчас. Неожиданное открытие. Лучшей картиной члены жюри признают фильм «Лузеры», снятый болгарским режиссёром Ивайло Христовым. Ивайло оказывается настолько не готов к свалившейся на него славе, что даже не знает, как позировать фотографом. Впрочем, взять мастер-класс по позингу этим вечером Ивайло мог на автопати у Никиты Сергеевича Михалкова. Великого кормчего московского кинофестиваля зафотографировали до потери пульса. Неутомимое солнце российского кинематографа только улыбалось и посылало всем лучики добра. А если папа доволен, значит и фестиваль, считай, удался. Алина Ильичек, ПРОНОВСТИ. ПРОНОВСТИ.